Я же говорю, главный принцип, еще раз повторюсь, лучше мы не упустим виноватого, чем накажем невиновного. Политика будет гибкой, реальные люди, совершившие реальные преступления против украинской государственности, человечности, будут наказаны против собственности. Люди, которые могли уклониться, но принимали в этом участие, добровольно, осознательно, зная, что они работают на оккупантов, это вторая категория, они будут поражены в правах, в той части, которая влияет на создание общественно-политической ситуации, текущей или будущей. А именно голосование, местные советы, общественная организация определенной категории, которые влияют на реальную обстановку социальную. Третья категория людей, которые находились в обстоятельствах непреодолимой силы, а это основная масса, это 99% населения, 98%, им ничего не грозит вообще, им придется просто сдать российские паспорта и написать заявление о выходе из российского гражданства, это все. А вот если они этого не делают, они попадают во вторую категорию. И самое главное, что если кто-то в Крыму не хочет иметь дело со всеми этими проблемами, забрать все угол, лучше уже сейчас, не дожидаясь. Приключение с Крымским мостом, собраться спокойно, тихонечко, не привлекая внимания, перебраться. Пока еще есть время. В Уфу, в Читу, в Чита, прекрасный город. Времени не так много, сразу скажу. Ну а если вам лучше воспитать? Ну да, можно попытаться доказывать свои права с российским паспортом, махая в освобожденном Крыму, но это для сильных.